Так, Дмитрий, пробуйте сейчас. О, сейчас много лучше, Рустам. Отлично, все, все, теперь мы в эфире. Вот теперь точно привет, вот теперь доброго дня. Давай еще что-нибудь скажи, я прям закреплю успех, и все будет окей. Рустам, теперь я не слышу, как вы кликаете мышкой, теперь я не слышу вашей колонки, и теперь ничего не слышу из того, что вы обычно делаете. Ну, отлично, теперь вы слышите тот, кто дожды слышит только мой голос, правильно? Правильно. Все, ну все, замечательно, теперь все работает, да. Последний пик остался уже, Сэн Кинг появился. Дим, давай аналитику краткую по драфтам, и поехали. Ну, вот ты говорил, что Мирана прыгает, Мирана липается, и Дизраптор будет ее ловить. До покупки Блокинг Бара Дизраптор очень хорош против Мирана, и основная мысль — это Статик Шторм, Кинетик Филд, Рейзер высасывает урон. Насчет Наги я немного могу сказать, потому что, на мой взгляд, она как-то не в мете, она хорошо только под хорошей комбинацией, комбинаций особых нет. Ну, разве что Сон, Андайинг ставит Тамбу, выходит Зомбята и стакаются. Ну, это может быть, может быть только такая комба, больше вариантов я не вижу. Ну, а Ихом просто видит Нагу Кора, видит Мирану, который, скорее всего, будет Мираной третьей позиции, и Медуза убивает что одного, что второго героя без шансов. Остается Эмбер. Эмбер крут. Эмбер может выиграть игру. Улетает Статик Линка, выходит из прутов, может просто моментально порезать всю команду Медузы, пока та пытается кого-то убить. Контроля не так много. Это Дизраптор, это Сон Кинг. Эмбер реально может выиграть игру в соло, если ему дать время. Эмбер Спирит против Медузы и Рейзера. Ну да, интересно, конечно, на Эмбер Спирит нужно будет огромное количество артефактов, чтобы пробивать Медузу, хотя бы со средним фармом. Не говори уже про топовую Медузу, да, которая защищает стаки, имеет лучший надворост на карте. Ну, я бы еще, конечно, вот сделал ставку на Нагу. Все-таки персонаж, да, непопулярный, но вот последние изменения привели к такой Наге, которая сейчас имеет какой-то бешеный темп фарма. Ты видел, с какой скоростью вот она под своей пассивкой сейчас защищает нейтральные кемпы, линии. Она возвращается и превращается в ту самую Нагу, которую мы помним раньше, еще в далеких-далеких бородатых годах, когда Нагу обузили. Помнишь, мы собирали ее через травола, через там диффузы какие-то, там постоянно спидпушил линии. Вот сейчас Нага не похожего типа. Иллюзии несколько ослабли, но вот скорость фарма, она прям просто какая-то сумасшедшая. Да, потому что сейчас... Ну да, и в днишнее время Нага может не собирать радианс, потому что он не особо-то эскалируется с ее пассивкой, и ей намного выгоднее собирать любые артефакты, бафающие атак спид. Чем чаще она бьет, тем чаще срабатывает рептайд. Да, вот рептайд это штука, которая может помочь, конечно, нафармить огромное количество слотов. Ну вот тутл, да, вот как я и сказал, Наги будет отыгрывать на позиции керри. Посмотрим-посмотрим, насколько эта стратегия получится успешным. И что мне понравилось, то что, собственно, на Мирану не стали сделать основную ставку, потому что Мирану показали на третий пик, и потом в итоге ее сделали третьей позицией. То есть отправили в оффлейн, но, мол, да, есть какие-то варианты для того, чтобы избегать первых двух героев и хоум, да, то есть Фуриона и Рейзера, но вот Дизраптор появившийся, в общем-то, ну, фактически определил местоположение Мирана на этой карте. То есть это оффлейн, но вот малазийскому игроку JT придется не сладко все-таки на Миране. И в сложной стоять, и фарма там меньше, и есть кому ловить такого персонажа, как Мирана. Посмотрим, как это играет. Забегают тем временем и хоум, Ксяуэйт прошел, прочекал. Оффлейн, Цин Кинг, кстати, тоже не самая популярная тема. Если нынче популярны какие-то думы, да, очень часто мы видим тайтхантеров, брюмастеров на сложную линию, то вот Цин Кинг из мета точно выпал. А это ласт пик от Яхом, напомню, то есть это герой, которым закрыли фактически драфт команды IG. Да, убийца Наги Сирены. Всю игру будет искать Нагу Сирены и убивать иллюзии Эпицентром или Сандштормом. Так как не крути, но иллюзиям очень тяжко бороться против подобных комбинаций. Там где-то бежит Нага, даже если она оформила там 3000 хп, обрывается Цин Кинг и вносит огромнейшее количество урана. Так, пару на богатство пока по две. Пытается в этих Син Кью зажать, но Шадо Шаман пока ничего не вкачивал. Ни Хикса, ни Шеклса нет. Ну и, собственно, просто забрали руны и идут на своих линиях. Получается, Эмбер Спирит будет стоять против Медузы. Для Эмбер Спирита, мне кажется, это вообще прям очень неудачный лайнап. Для Медузы, наоборот, очень хороший, потому что кидаешь Мистик Снэйк, и Эмбер Спириту будет очень сложно до того вернуться. Курьер, 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 курьер. Духфайтс выходит, и курьер прячется. Хорошо контролит все эти мувы. Феррари, опытный, опытный Феррари все прекрасно понял. И что самое обидное сейчас для команды Invitus Gaming, то что они еще и вард поставили, чтобы этого курьера перехватить. А в итоге Духфайтс остался в дураках. И полезного ничего на линии не делает, и курьер не перехватил, и вард использовал. Вот плохо. На один мув потратили столько ресурсов, а эффекта не было. Интересное решение от Юхомов поставить Фуриона на саппорта. То есть очевидно, что Фурион здесь, как какая-то тройка, не смотрится от слова совсем, поскольку он здесь никого не убивает. То есть он не убивает Кор Мирану, он немного делает Наги Сирени, которая большая часть игры будет бегать с Топориком, и тому же Эмбер Спириту он сделает мало. Соответственно, его просто взяли на саппорт позицию, он будет успешно гонять Мирану за счет пеньков, ну а потом просто ставить варды. Суппорт на постановку варды. Ну, посмотрим, да, с суппорта пятой позиции Фуриона бывали, бывали, об этом тоже на драфте я говорил. Докфайта пытается перехватить, сейчас нужно забодиблочить, хорошо, потому что пачка крипов на себя выводит докфайта, очень неприятно, но крипы за ним все-таки следуют, все четко. Вай, конечно, по спине дает Шаду Шаману. Шаду Шаман довольно много регена, 4 танка еще имеется. Ну, Вай здесь зато в безопасной позиции, у него хороший рейндж атаки, он может в целом попытаться подденать. Даже против двоих, мы видим, даже не стесняется подходить настолько близко. Казалось бы, здесь такая комбинация, Шаду Шаман и Мирану, да, Шеклз, Эрроу, и можно сильно тебя пробить. Пеньки. Пеньки, да, Пеньки будут защищать. Пеньки будут защищать, да. Ну, да, не боялся, Вай. Все прекрасно понимал, осознавал то, что здесь он, ну, скорее всего, выживет, минимум. В центре Эмбер, смотрите, на Феррари набегает, хилку использовал, Феррифайр, Феррари не знает, как спрятаться, там, в теории, фрестбат уже был сделан на нижней линии, но Эмбер Спирит в соло смог убить Медузу. И неужели Эмбер Спирит настолько жесткий, или все-таки это ошибка Медузы? Мне кажется, это ошибка Медузы. Я до этого комментировал матч, что просто там вообще была игра одних ошибок, и фактически все решало того, у кого лучше пик, потому что ошибались одни и вторые, и вот в прошлой игре пик лучше был уехал, за счет этого они легко одолели Инвиктус гейм. Ну, а здесь тебе больше чей нравится? Здесь, ну, мне больше нравится пик с Медузой. Как ни крути, вот, но сейчас будем смотреть за исполнением. Например, Вай, нравится. Все-таки здесь нужно будет попадать ультимейтами Сен Кинга, здесь нужно будет смотреть на реализацию Статик Шторма, здесь очень многое зависит от того, как именно там будет, допустим, будет руаться Эмбер Спирит, потому что, по-моему, вообще вся игра в его руках, если вырезать Дизраптора и Нагу. Вот, и пока Эмбер Спирит справляется со своей задачей, он отлично стоит мид и в соло убивает Медузу. Ну, это, конечно, вообще какая-то сенсация, потому что Эмбер Спирит еще плюс ко всему и по крипам хорошо держится, и пока этот Мистик Снэйк особо и не прогоняет Эмо с линии. Сейчас Эмо купит себе Боттл, будет контролить руны паверапа, и все будет хорошо. Но правда, пока паверап руны контролит Ксен Кью на Дизрапторе, такой опасный Дизраптор, который сделал First Blood, получил себе быстрый сапог. И постарается напрягать Андаинга. Да, Дизраптор, который, конечно, гоняет Нагу, гоняет Андаинга, это прям чудо-дизраптор какой-то. Ну, исконно считается, что Дизраптор не один, ну, не самый сильный лейнер, все же, как ни крути, но в комбинации с Сен Кинга, но Влаг пока не страшный противник. У нее, конечно, много армора, но вот прям конкретного сильного нюка у нее нет, чтобы драться, и все-таки товарищ Ксяо Уэйт способен ее зонить. Качается, кстати, не через Костик в финале, а через Сеншторм. И через Подкоп. Но, видимо, этого вполне хватает пока. Посмотрим, как будет дальше. Руна Хасты для Андаинга, и он ждет. Ждет, пока Хасту поднимет Эмбер Спирит. Нет. Значит, сейчас вариант убить низ или вариант въехать в Медузу. Эмбер Спирит пятого уровня, Флэм Гвард есть. Подрубил. Привязал. Знаешь, я на что обратил внимание? У Медузы нет мана Шелда. Я так смотрю, и почему у нее нет мана Шелда? Вот она умирает, у нее остается 343 маны, и эта мана могла быть конвертирована в ХП. Ну, это тот самый билд, когда... Ой, тут неужели Эмбер Спирит сможет таблкил? Ой, как же XenQ развел его? Воу! Нормально, Дизраптор его убил. Красавчик. Так вот, Медузе на такой линии желательно вкачивать мана Шелд хотя бы в динечку, чтобы, если Эмбер Спирит пойдет убивать, у нее была бы хотя бы мана, которая будет частично конвертироваться в ХП. А в итоге он ее не вкачал, и за счет этого он сейчас погиб очень быстро, не сделав вообще ничего. Да, это, я же говорю, тот самый скилл билд, при котором Медуза и не планирует долго оставаться на линии. Она хотела, видимо, беспроблемно получить себе ХПУ, там, получить левел 5, 6, 7, может быть, выключить сплитшот и просто уйти ей в лес. Ну, просто... Таким скилл билдом мы будем наблюдать вот это, что приходит Эмбер Спирит, нажимает на Флэм Гуард и убивает ее вот так. И вопрос, зачем он возвращается на линию, если у него скилл билд не для того, чтобы стоять на линии? Это хороший вопрос, это хороший вопрос. Видимо, рассчитывал на то, что будут сейв ТПшки, но, видимо, сейв ТПшки запаздывают. Или Фурион, например, как защитник, он очень слаб, но он просто ничего не может предоставить на помощь Медузе, он скорее приходит для того, чтобы разменяться, но и разменяться здесь тоже не получилось. Все-таки ты не Дизраптор, так как ни крути, ни куп у тебя тоже нет. Да, поэтому Эмбер Спирит властвует, немного ошибся с выходом на Дизраптор, подарил Дизраптору левел, подарил Дизраптору денег, но эти же самые деньги, этот же самый левел просто забрал у Медузы фактически. Ну и раз за разом Феррари будет возвращаться в мид. Да, возвращается. Опять же, под Вардом его будет прекрасно видно, что он вернулся на линию. Или нет, смотрите, куда-то уходит. Может быть, да, какой-то стак небольшой подготовили. Уже здесь в команде Invictus Gaming стоит Вард. Еще один опс Вард для того, чтобы просто контр... Посмотрите, все Варды, которые поставили ребята из Invictus Gaming, все для того, чтобы контролить Медузу. Куда бы она ни пошла, где бы она ни фармила, ее видно. Ну и можно будет просто... Так, так сладкий. Ну вот Медуза пытается его фармить на безопасном расстоянии, но Эмбер Спирит уже может на 7 уровне спокойно уходить в вражеский лес и по кулдауну вырезать Медузу. Может даже в саки некоторые фармить за счет Флэмгварда. Ну, умирая на шансах против Дизраптора, как мы играли, очень мало. Там, как ни крути, но ее можно ловить. И что мы имеем? Мы имеем Эмбера. Эмбер хочет убивать, Эмбер смотрит на Медузу, но понимает, что под вышку бить ее будет сложно. Если рядышком будут еще некоторые герои. Пока осторожничает, ждет своего момента. При этом классно доджит Мистик Снэйк своим Слейдом. Истанам теперь на топ-выход пошел от Invictus Gaming. Возвращается Миран на линию, пытается отомстить Рейзеру и Дизраптору. Оли тоже здесь, ставит в том-стон Эмбер Спирит. Тут как тут. Да, суперактивный Эмбер Спирит с прокачанным флэмгардом. Конечно, это прям проблема не только для Медузы в центре. Это проблема вообще для всех героев команды Ихом. Потому что ты напрыгиваешь, ты просто убиваешь, ты сжигаешь соперника и защиты. Как таковой против этого героя просто нет. Пока нет, во всяком случае. Но при этом создается спейс для Дудла, конечно. Он на Наге стоит, у него третья иллюзия и второй Рептайт уже. Ну и как-то вот аккуратно пытается фармить. Рептайт срабатывает, мы видим. Фарм идет. Но при этом Дудл сам как особо и не подставляется. Обратите внимание на раскачку Сангинга. Он качал Стан в один, но раз еще он остался с Нагой один-один, намного профитнее качать Саншторм и Кастик в финал. За счет этого Нага совершенно не может фармить иллюзиями, потому что они моментально умирают. Да и сама она, если подойдет, получит много урона от пассивки Сангинга. Может быть, поэтому сейчас Нага перетягивается на топ седьмого уровня. Возможно, это будет уход с линии от Сангинга. И подловили 430-го. Вновь, ведь Тузгейминг играет жестко, дерзко. Ну, Спорт и ставится, Эмбер Спирит тут как тут, залетает и ловит. 430-го. Медуза, Медуза, Медуза. Погибнет? Да, погибает. Там сверху тем временем развлекаются ребята с Мираной и с Нага Сиреной. И Нага Сирена начинает потихонечку управлять только какого-то саппорта. Потому что она пришла на сложную линию. Она вместо того, чтобы фармить, просто стояла и все это время охраняла Мирану. На линии против Рейзера вообще непонятно, каким образом Нага Сирена собирается стоять. Она будет подходить крипам и получать много урона от пассивки Рейзера. И здесь пока, вот именно на этой линии преимущество Звихоум. Нужно просто поставить один вард, чтобы Рейзера не смогли обойти. Вот он Рейзер, высосил урона Наги. У Наги минус урон, у Рейзера плюс урон. Она такая подумала, ну и зачем я пришла, зачем я пришла. Ну, наверное, я кого-то жду, думает Нага Сирена. Выбирала меньше из двух зол, то есть стоять либо против Сентинга, либо против Рейзера. Решил стоять против Рейзера. Выбор может быть тоже не самый классный. Ну вот, был бы Рептайт прокачан на 3 или на 4, я думаю, что Дудл просто из леса бы не полизал. А пока со вторым Рептайтом, судя по всему, его не устраивает его скорость фарма. Хотя мы видим, в принципе, смотри, нейтрал защищают успешно. То есть, может, на линию вообще не выходить. В армии себе крипчиков, все будет окей. Но Рейзер сам сместился. Рейзер пошел на лишнюю линию. Здесь со своими тиммейтами через Плазма Филд обнаружили догфайтса. Его тут будут гангать и попутно забирать вышку, потому что есть пеньки второго урона прокачки у Нэшис Профита. Рейзер просто ищет Нагу. Он просто бегает за ней. Весь early game пытается Нагу найти и находит. Здорово, Дудл. Я твоя смерть. Песочек поставил, да, нужно с иллюзиями быстро справиться. Так, вот, правда, подкоп неудачный получился. Сейчас получает сеточку, получает стрелу. Undying дал Дикей, дал Сол Рип и Ксяуэйд погиб. Вот это было супер неудачно, потому что Ксяуэйд потратил тпшку, промазал станом, умер. Сейчас появится тпшки не будет и за Нагу он уже не погоняется в ближайшие несколько минут. Да, слишком большая разница в мидерах. Один мидер не качал мана шилд, правда, теперь он его вкачал. И, ну, уже, по-моему, это не особо нужно. У него 0-4-0, и он рано или поздно идет фармить лес. Соответственно, ему там этот мана шилд не особо-то и пригодится. И у него всего 3-100. А у Эмбера 4-600, у него 4-1 у Феррари 0-4, и Эмбер бегает и убивает всю карту. Почти вся игра в руках Эмбер Спирита, поскольку Дизраптор единственный, кто его может остановить. Он 6-го уровня, и он тонкий. То есть, если он там от кого-то умрет, если кто-то его подцепит, то после этого Эмбер Спирит спокойно врывается и убивает всю команду. Дизраптору сейчас придется все свои кулдауны отдавать только в Эмбер Спирита. Эмбер Спирит зациклен больше на том, чтобы фармить центр. Давненько мы от него не видели каких-то убийств, каких-то мощных залетов. Дизраптор ждет. Дизраптор ждет. Варды ставятся. Так, Уай прилетает прямо в варды. Пытаются вышку защитить. Здесь же оказывается Ксяуэн, который пытается убить Том Стоун вместе с Аксин Кит. Получится сделать, и Рейдинтези отказывают страться. Ну, потеряли варды, просто на ровном месте потеряли катапульту. Все потеряли, и там в итоге Денайбл стал. И он вышку разрушает. Мы ставим. Правда, есть еще один минус для Дизраптора. Он на линии качал Тандер Страйк в троечку, и у него Глимс в единичку. Сейчас, имея Глимс в единичку, очень трудно гонять Эмбер Спирит и очень трудно ловить, соответственно. Не знаю, в курсе ли Эмбер Спирит о том, что именно качал Дизраптор, но вот поймать Эмбер Спирита с Глимсом в единичку почти нереально. Слишком маленький рейндж. Ну, как и Мирану, да? То есть Мирана, в принципе, тоже чувствует себя теперь вальяжно. Но попробуй ты и Глимсом первого уровня Мирану подцепить. Теперь же нужно вплотную подойти практически. Вот Глимсом в два. Да, уже в два. Уже второй, уже больше шансов. Там туман войны. Санкинг идет. И Миране, главное, не подставляться. Дизраптора, кстати говоря, не знаю, видел. Да, на варде видел. Должен был видеть на варде, что Дизраптор здесь бегает, поэтому JT высовываться не должен. Использует просто инвиз. У XenQ средств обнаружения инвизных героев просто нет. Ни сентри не даст. Поэтому Мирана спокойно здесь уйдет. Никаких проблем не испытает. Ну, 7-4. Пока Эндвиктус Гейминг начали за здравие. Все в порядке. То есть нашабашил тут очень много себе Эмбер Спирит лишних денег. Теперь прожимают смог. Попытаются кого-то найти. Опять же, очень много агрессивных вартов в чужом лесу в исполнении команды IG. Они видят соперника, они знают, что можно нападать. Например, Дизраптор сам оказывается сейчас героем для фокуса. Его убивают. Ну и можно перехватывать, кстати, товарища Ксиауэйта, который выбрал вот такой путь вступления. Интересный. Вангуард. Купить хотелось бы. Нужно кольцо. Кольцо на базе. Просветили. Чейн и ТП не работает. Это плохо все получилось. Но Вангуард он все-таки купился. Медуза, правда, при этом получает фарм. Да, Медуза хорошо фармит. У Эмбера появляется Вэлла в Дискорд. У Дизраптора проблема, что если в него врывается Эмбер Спирит, и Дизраптор, допустим, не будет иметь союзников рядом, то его можно просто убить. Он даже может поставить с этих Шторм, но его в любом случае убьет Эмбер Спирит и спокойно убежит. Нужно терпеть. Нужно терпеть, пока у Медузы или у Санкинга не появится что-то существенное, поскольку Вангуард, он спорный айтем против того же Эмбер Спирита. Как ни крути, но большая часть урона заходит в виде магии. Пока вот от IG. Наго сирена с физикой, она просто фармит. Ей пока нет до Санкингов. Ну, а Миране... Ну, Мирана установит магический урон за счет Страшторма и Сакрад Эрол. Ну, а Инвитус Гейминг снова у нас три атаки. Вновь в поисках соперников. В этот раз подставляется NeverEnd. Получает Эрол. Ну, подчейны хорошо комбинация проходит. Ставится Том Стонг. Сявайд, конечно, просвечивает. В песочке особо ты не погуляешь. Это не паблик. Здесь все время будет просветка. Вот Рейзера убили. Санкинга, кстати, нет. Он плотный, я думаю, Санкингвардом. Дизраптор пошел. Возвращает Андайанга, но это не лучшая цель для возвращения. Эмбер Спирит подошел, отлично привязал двоих и Эмбер Спирита не получилось поймать. Ребята в фокусе там Дайанга, но это последняя цель, которую нужно фокусить. И после этого врывается Эмбер Спирит и забирает Дизраптора, забирает Бурена и забирает вообще все, что можно забрать. Ну и Нага при этом тоже принимает участие непосредственно. Тоже пришла, подформила немного и ушла. Мимо проходила. Да, статик получился совсем неудачно, на одного героя только. Там показалось на секунду Дизраптора, что Эмбер Спирит тоже в статик попадет. Но он в статик попал только во время, в момент использования Слэйд оф Фист. По его окончанию он вернулся на свое прежнее место, а это прежнее место было не под эффектом статик шторма. В итоге Эмма выживает, естественно. Ну, во-первых, фор героя Нага Эмбер Спирит имеет много. Эвант пришел с Атосом, нападает на Эмбер, Эмберу плевать. Дал пару нюков, остался без урона и стоит на месте. Рейзор должно быть страшным. Обратите внимание, вот тоже довольно забавный момент. На айтем-билд Медузы Медуза играет без Мома. Я вот такое нечасто вижу, все-таки для меня более привычным является покупка Мома. Чтобы впоследствии, ну, как бы ты быстрее фармишь, очевидно, да, эти стаки. Во-вторых, потом ты можешь Мом разобрать и сделать бабочку. Что, в общем-то, Медузы успешно применяют. Вот здесь 430-й, ну, видимо, по каким-то старым чертежам покупает себе сразу манту. Насколько это актуально? Насколько можно вот так вот не обращать внимания на Мом? Ну, если команда противника доминирует, ее не пускают в лес, а мы видим, что Эмбер Спирит по кулдаун заходит в лес и убивает кого-то, то нет места, где бы Медуза могла фармить. То есть она может зайти в лес, врубить Мом, а там противники. Соответственно, здесь слишком хорошая ситуация для Виктус Гейминга. Соответственно, надо покупать что-то на спасение. Манта для спасения хорошая против Эмбера. Ну, как минимум, можно сбросить Чины и побежать. Хороший центр здесь поставили, ребята, из Radiant. Нашли Сен Кинга, но тут же был обман, потому что Ксен Кью стоял и байтил. Просто что-то Шаман моментально слился, Эмма возвращает в статиклинг. Ну, тут же байбэкается. Байбэкается, и Эмма возвращается в игру через свой ремнан, через байбэк. Да, нормально, теперь можно на развороте побивать соперника. Рейзера убили, тут же ТП-шки пошли от Дизраптора и Сен Кинга. Слип от Наки. Поет песенку, но поет песенку только для единственного слушателя. Это Ксяо Уэйд. Сентри нет. То есть она вроде бы спела песенку, поискала Сен Кинга, но в итоге она его и не нашла. Сентри вардов у Radiant нет. И байбэк. И Бхо был полным провалом от Эмбер Спирита. Он байбэкнулся, убил Рейзера, но Рейзер уже появляется. А Эмбер Спирит потратил слишком людей. Шестьсот голды. Минус 7 на шестьсот двенадцать голды. И Медуза сразу перегоняет Эмбер Спирита после этого мула. Да, неприятно получилось. Как-то не позаботились Инвиктус Гейминг оппозиционки. Совсем позабыли то, что это может быть элементарный байт. И что можно подставиться под статик. И статик в этот раз оправдал себя на все сто процентов. Игра немножко выравнивается таким образом. Нага с Медузой топ-1 по надфорсу. Эмбер Спирит приблизился к Рейзеру по фарму в итоге. Сен Кинга переживает Миран. Ну то есть тысяча плюс для Ихоума. Вот так вот. Хотя фрагов сделали меньше, заметно. Ну все, а вейт фарм это вообще проблем не знает. Смотри, какой крепкий билд. Такой реально креплый Шансен Кинг. И Худ тебе есть. Да, Худ решает. Теперь его и физика очень трудно убить. Пока физики у Рейден немного, а вот против магии Худ очень хороший. Вот его бьют. Худ было бы здорово включить, чтобы он питал флантное количество урона. Его бьют. И убивают его долго. И убивают его очень долго. В драке вот так вот быстро убить не получится. И команда пострадает. В этот раз получилось, да. Все-таки это был ганг с Сентрёй. Теперь как положено. Хватило урона. Но действительно, когда будет рядом находиться Медуза, какой-то Рейзор, то не факт, что вы этого Сент-Кинга сможете поломать. Но с другой стороны, вам и Сент-Кинга лучше и не трогать. Это не та цель первоочередная, которую нужно уничтожить. Так, ну 14-8. Выходит проверять Рошпит. Здесь Дизраптор. На контроль руны выходили поверап руны. Руна здесь не появилась. А, М успел забрать. Пошу прощения, просто у меня не отобразилось. Из-за китайских лагов. Взял себе регенерацию в боттл. Так, ну Амбирана покупает себе молнии. Ну, в 430-е до Манта добрался. И все равно будет делать себе бабочку. Ну, вот смотрите. Пусть и без замома какого-то, без дополнительного темпа для фарма, без дополнительной скорости, видимо, опасаясь тех самых гангов, покупил себе сразу манту, и теперь аккуратно будет хармить бабочку. Много статов. Занимает самую, наверное... Такую самую приятную точку у Дайр. Дайр, в свою очередь, идут искать противника, и, по-моему, рановато. Блокимбаров у них все еще нет. Пошел, пошел Андаинг. Выходит на передовую. Андаомба стоит. Нужно просто отойти. Не смысл идти дальше Дайр, лучше просто раскайтить. Пока стоит Тамба и ставят Змейки и Шадоу Шамана. Да, Змейки можно уничтожить. Все это под песком Сенкинга. Туда лезть, конечно, на Виктос Гейминг не хотят. Эмбер Спирит издалека дает Слейт оф Фист. С иллюзиями расправляются в центре за счет подкопок Сяуэта и Плазма Филда. Ну и все. Эта драка, если можно назвать, это дракой вообще закончилась. Варды были потрачены 100 секунд без вартов Шадоу Шамана. Ну и Дайр где-то, наверное, могут что-то использовать прямо сейчас. Какой-нибудь смог, то есть попытаться подраться, потому что у них-то все есть. Ну, например, навалиться на дышку. В центре поставили. Ветеран. Сейчас слишком слабая нога сирена. У нее есть как бы иллюзия, но они все равно умирают от ауешек, от Сенкинга. Вообще, наверное, от большого количества ауешных нюков. А Медуза, она в свою очередь, она уже и танкует, и нюк очень хороший кидает. И тот же Стоунгейс, он просто оставляет противника бежать назад. Да, пока. Виктос гейминг, у них пик вроде бы есть, но за месть 5 на 5 они выглядят слишком слабо. Выход на ногу сейчас. Нага, нага. Плазма килдом не достала. И сразу ТП. Ну, тут не видно, туман войны. К сожалению, все портит. Грамотно ушел Дудл. Сразу иллюзию отправляет куда-то по нейтральным кемпам. Хорошо контролить. Можно еще струну волшебства уничтожить. Красавчик. Все сделал? Принято, принято. Так, ну мы ждем захода на Рошана. Мы ждем вардов очередных от Шадоу Шамана. 36 секунд осталось. Их он мы, конечно, должны будут контролить этот момент. Пока варды не появились. 430-й сразу уходит на свою любимую точку. Точку трех путей. Трех спаунов. Все будет забирать. Все будет фармить. Фармить надо. Медузи останавливаться нельзя. Манта стайл пока это не тот артефакт, с которым ты можешь чувствовать себя уверен на 100%. Но Дудл также защищает нейтралов. И будет категорадок драки уже Дивизуал Бейтс. Мол, не так же у Эмперспирита. Ну, подготавливается площадка для захода на Рошана, очевидно. Сканятся области периодически какие-то. У команды Ехом Вижена на Рошпите не остается. Нет иллюзий, которые могли бы они чекать этот Рошпит. Разве что только можно пинка Фуриона вправлять. GT. Нашли Миран. Мирана боится. Не знает, один здесь Фурион или нет. Сразу же убегает. И у нас идет такой взаимный фарм. С одной и с другой стороны. Одни и вторые фармят. Обоих. Обе команды радуются фарму. Их все устраивает. Но мы прекрасно понимаем, что Медуза и Рейдер могут сейчас просто идти сноуболом забирать все вышки. Так вот, допустим, они забрали вышку сверху. И сейчас постараются забрать вышку сверху. Вышку в центре. И сейчас постараются забрать вышку сверху. Выход под маками. Да. По Сенкинку сразу как и экс. В том, в том поставили стоят варды. Но вот вам фокус по Сенкингу раз. Вот вам фокус по Нечу Спрофиту два. Это минус два. И Слип боих накрыло. Как же они приятно стоят-то в одной кучке. И там Дизраптор перекрывает Эмбер. Есть, конечно, статик. Поставил. Подставляется там Джей Ти в этом статике. Его нужно еще забрать. Забирают. Подтягивается Медуза. И минус два ответа от команды Ехом. Ну, как-то Слип плохо реализовали. Радиант. Еще и глимсанули Нагу. Нага маны не остается. Управляет Ильюзи. Это вот сейчас можно наблюдать. Насколько же слабы Радиант драки. Что они сначала на халяву убили двух героев. Потом они остались 5 в 3. Они поймали двух персонажей. Казалось бы, сейчас нужно было бы по всем законам логики убивать. Но у них просто слабее замес 5 на 5 прямо сейчас. И они просто не готовы к широкомасштабным дракам. Если бы еще Ехома носили с собой побольше Сент-3. И в момент драки бы уже танковал Медуза. И уже танковал Рейзер с Бокинг Баром. То шансов у Ехома было бы много больше. А так они пока проигрывают Лизу. Рано. А, супер странно получилось, конечно. Вы вроде бы в слип поймали всех. И вот вы видите Дизраптора. Эмбер Спирит уже летит на Дизраптора. В итоге сон заканчивается. И вы не убиваете. И в итоге никого теряете. Героев. Это очень странно все получилось. Именно вторая часть драки команду Инвитус Гейминг провалила. Первая часть драки была в принципе не так плоха. Ну, суммарно, конечно, Медуза пришла. Медуза разрулила. Нормальный Иглсонг теперь куплен. Невер-эндом. Продолжает фармить. Мом на подходе. Ну и пока не видно, собственно, каким образом. Та самая Нага должна Медузу будет пробивать. Нага пока она по факту есть. Она по-прежнему фармит очень быстро. Диффузы, манта. Все вроде бы нормально. Но эффективного применения в замесе пока не видим. Был слип. Слип не реализован. Пока все. Ну да. Нужно много. Нужна Тарасочка. Нужна Бабочка. Там много всего нужно для Наги Сирены. Еще желательно, чтобы ее команда выбила ультимейт Сенкинга каким-то образом. И развела бы Дизраптора на Сатик Шторм. Потому что Наге очень трудно и очень сложно маневрировать драки. Если она стоит в пенотик филде. В Сатик Шторме. И просто находит настоящий и убивает. Улучшил, кстати говоря, Ксяуэйд свой Сен Шторм. Взяв талант правый. 40 дополнительного урона. Пока, правда, проблема в том, что Сенкинг одним из первых умирает в драке. То, что неприятно. Он, конечно, танк должен идти на передовую. Он пикнул себе травола. Но вот так быстро погибать Сенкингу явно не стоит. Ему, конечно, нужно больше впитать. И вот использует самый Сен Шторм. Эпицентр по назначению. Силы света укрепили свои соревнования. Мы желаем, чтобы команда была рядом. Команда сейчас рядом. Сейчас уже неплохо стоит. Медуза на передовой. Сенкингу лучше отойти. Ему не обязательно стоять Рейзером и с Нагой. Медуза, точнее. Вот они пошли в Инвизе. Медуза нажимает на Стоунгейз. Ребята сразу же разбегаются в рассыпную. И Инвиз очень скоро закончится. Есть лип. Будут ли хватать сейчас ребята из Айджи? Знаешь, что нет Стоунгейза? Нет, решили отойти. Вышку они собрали. Дайр забрали вышку. Теперь можно устроить смогганг на вражескую святыню. Но святыня не самое лучшее место для атаки. Они просто ждут. Они ждут, когда Инвиз гейминг допустит ошибку. Инвиз гейминг просто тут на Рошана. Лол. Вот это они момент выбрали. Так, легко и так вот просто. Неужели это так работает? Это прям супер наглость. Они потеряли вышку. Их прекрасно видели на топе. Они сразу пошли на Рошана после этого. Но Рейзер выходит. Находит Оли. Оля не знает, успеет ли что-то сделать. Нет, Оля ничего не успевает сделать. Слип. За счет слипа Дудл пытается Рошана забрать. Айки забирает себе. Что же ответит Ехом. Разрушает топ стол. И, видимо, Курьер силы тьмы был убит. Да, наглое второе счастье. Это прям было дерзко. Было очень дерзко. В исполнении Айджи. Забрали Рошана, забрали Айки, забрали Курьер. Отдав при этом Undying. Это был... Ну да, это реально был очень наглый мув. Но какой же качественный по исполнению. Правда, Эмо в соло нашел Нейджи Профит, который спритпушил нижнюю линию. Тоже наглый, естественно. Все делается в этой игре только нагло. Ну и делает это убийство. Курьер интересный айтембилд без сапога. Какой чисто суппортящий хрен. Да. Кто нашли чисто суппортящего Шадо Шамана, он тоже погиб. Саппорты. Саппорты будут страдать. Очень неуютно, когда есть такие герои, как Эндер Спирит, Дизраптор. Там где-то поставил вардец, где-то там тебя заметили, например, на тысяче. Восьмистар НЖ и у Жиглямсует обратно. И Фирон возвращается. Он как суппорт быстро воскрешает. Левел у него одиннадцатый всего лишь. Пиньки пошли в ход вместе с Ксяуэйтом. Очень приятно. Еще и тут иллюзии Медуза помогают. Так, тавер падает, никто не защищать не будет. Просто клышку отдают. Может быть, в центре Рейзера подцепят, нет? Цепляют чейнами, но продолжения тоже не будет. Ну так и Инвиктус Гейминг поникли немного. Ну, опять же, ставка на Нагу. Ей подарили Аегис сейчас. С этим Аегисом они не пытаются идти вперед, команда. Они просто дают возможность Наги еще больше фармить. Какие-то одиночные ганги, может быть, как-то принесут успех. Ставятся сентры на Ксяуэйта сейчас. Ксяуэйт просто уходит. Не подставляется тоже. И человек, не крути Эмберспирит. Нужно купить защиту против Глимса. Вот он бегает, у него блинг. Он купил себе домашний айтенбилд через Молнии. Но если, допустим, как-то удачно его бьем Сану, то парень пострадает. Соответственно, чтобы его было сложнее поймать, он покупает себе Линкенсферу. Пусть Линкенсфера ему будет попроще. Сенткинг страдает. Да, было очень больно. Там тем временем Рейзер бегает за Мирану. У Мирана все еще имеется два липа. Мирана, я так понимаю, будет отыгрывать роль Кора в этой игре. Потому что она уже купила себе и Мангкинг Бар и Молнии. Собирается пробивать Соляного либо Медузу, либо Рейзера. И в инвизии идет искать Дизраптора. Знает, что он здесь находит. Команда рядом. Эмбер тоже идет. Статик Шторм успевает раскастовать свой XenQ. У Мираны. Да, у него боевой билд. У него никакой защиты против Статик Шторма нет. Абсолютно. То есть, если нападают на саму Мирану, Мирана очень быстро рассыпается. 1400 здоровья. Это прям совсем мало. Дальше ловит еще мы видим Оли. Оли здесь тоже не уйдет. Это минус 3 лучше. Это была атака Ехома, я напомню. Они первые. Нашли и героя. То, что получилось. Фурион дальше идет на токфайта еще. И вот мы видим, почему Нага не в Мете. Вот, допустим, команду Наги убивает, но она как-то не особо торопится в хайд замес. И максимум дает Слип. Слип отдает. И все. Нет никакой комбинации. Нет Блэк Холла под Слип. Нет, например, Ай Спаса Джакира. Нет, например, ультимейта Дезраптора. И по итогу Нага Сирена продолжает фармить, заставляя ее команды играть пассивно. А Дайр просто бегает и в Нагу забирает вышки. Даже вот сейчас у нее вроде бы Тараска есть. 3000 хп, но на мой взгляд, все равно этого маловато. Там все равно все иллюзии умрут в Ауе. Я бы ко всему этому еще и добавил, что и сами Реддит, но на самом деле исполняют, ну, жутко плохо. То есть, ну, такие драки, которые они устраивают. А как такими драками можно вообще побеждать? Вот заходит просто Дудл, ставится Стонгейз. Дудл, конечно, смог убить Фуриона пятой позиции. А вот сам Дудл... Ну, он с Аегисом, ладно. Дудл, наверное, поэтому и, в общем, не боится. Дудла добивают, Аегис падает. Может разобраться с Репентвардами. Тир-3 разрушен, Стонгейза нет. Кстати, к шторм поставили на Нагу. Ну, и Нагу будут пытаться убивать. Аберспирт вынужден сделать байбэк. Дудл вызывает иллюзии. Шеклосом удерживает Энден. Убивает. Есть ремнанты. Чейны зацепили Медузу. И надо уходить к Син-Кю. Отбились, отбились. Инвиктус гейминг, потеряв Аегис, потеряв Серпентварды, потеряв Тир-3, потеряв байбэк на Эмберспирте, но отбились. Бараки не утеряны. Все, ловит. Не смог он уйти. Ну да, блинка у него нет. Ревлад, кучевались. ТП-шку сбили. Ебает тоже. Минус пять. Кип байб от командора Эдент. Да, вот единственный момент, что на базе очень неприятно драться из-за байбэков. Потому что ты с Эмберспиртом дерешься, убиваешь его, а он тут же байбэковится и убивает еще раз. Причем, если в первый раз его убивают за, например, статик шторм без Раптора, то потом он выкупается. Уже статик шторма нет. Уже, например, нету Син-Кинга, допустим, он мертвый. И Эмберспирт просто бегает и в наглую вырезает всех. В том числе и Медуза. Как-то самим Ехомом было бы здорово забрать Аегис, дать его Медузе и дело в шляпе. Все, Медуза подошла с Аегисом, стоит передовой, вытанковывает. И пока у Invictus Gaming нет героев, которые могут ее убить в 1x1. Они все будут спаслабее. Ну да, вот то, что сейчас спасло как раз-таки команду Айджи, это наличие Аегис на Наги, которая просто пошла вперед. Сейчас Invictus Gaming классно сделали, что они пропушили все линии и отжали 4 баунтируда. Но тут, правда, подставляет сток вальцем, точно не уходит. Статик не жалеет к Син-Кю, ставить статик шторм правильно. Сразу подумывают о покупке Аганима, что тоже классно, безусловно. Медуза скоро выйдет в скаде, станет еще плотнее. Надо просто подождать. Да, Медузе в этом пике было бы здорово взять талант на спидшот и просто бить по иллюзиям Наги Сирены. Идет, например, там куча иллюзий, Медуза по всем бьет, по всем брокует замедление. И в будущем еще, может быть, Медуза купит себе, например, молнии, чтобы еще эффективнее справляться с иллюзиями Наги Сирены. Насколько я помню, там спидшот работает с молнией на все тычки и будет много-много молнии. Да, можно так, можно подумать о покупке МКБ. Ввиду того, что Нага, да, собирается здесь сейчас тоже бабочка. То есть, как ни крути, Медуза очень сильный герой против Наги Сирены, потому что она как бы и змейкой хорошо их пробивает, причем у него сейчас кулдаун змейки 7 секунд, она регулярно ее закидывает. И спидшот очень хорошо работает против иллюзий Наги Сирены. В общем, затягивать особо этой Наги против Медузы не хотелось бы. Надо опять их омов ловить на их ошибках, на то, что они так дерзко заходят против Аегиса, против байбеков. Не знаю, может быть, если удастся подловить... Точнее, просто подкараулить Рошана в очередной раз, быстро его забрать с Ирым Аегисом. Можно все-таки драться не на своей территории, не обороняя свою Тир-3 и свои бараки, а на противника территории, может быть. Это получится. В общем, Медузе давать покупать еще лишний артефакт на урон не хочется, но подставляется тем временем Вай. Стоял в центре Ивард, этого Фурион не знал. Минус один уже, без байбеков Фурион. Байбек делал в прошлой драке. И сразу же используется Moonlight Shadow от Мираны. Пойдут дальше Invictus Gaming. Иллюзии Наги здесь, они пока отспамливают центральную линию. Хорошая позиция у Ихома, они на своем хайграунде. Они готовы встречать, если что. Эмберспирит подловил Санкинга, поставили в центре, тут же залетает. Ровно как же быстро Ксяо Уэйд может погибнуть. Он защищает 430-й своего Ксяо Уэйда, используя Стоунгейз и защитит ведь таким образом. Или нет, Токфайц прыгает, Ксяо Уэйда задушил. Просто задушил, бокобой уже есть Токфайца. Медуза начинает бить. Медуза нет, Стоунгейз ставится в арт, Дудл с иллюзиями. Сейчас будет нападать, пытаться убивать 430-й. Снафиг Шторм в ответ от Скинкью, чтобы помочь 430-й как-то жить. Эмберспирит не усправляется с Аоли. Медузу убили, без байбека Медуза. Неверэмда тоже будут убивать. Это будет минус 4, 4 героя без байбека. И вот вам драка, Дайджик. Да, хорошая драка. Это провал от Директора. Он собрал себя и вот так и родился вне до танка и вне до дамагера. То есть, с одной стороны, он вроде бы и хочет впитывать, имея Хут и Вангвард. Но уже 33-й минуты вот этих двух артефактов на впитывание мало. То есть, там желают купить себе еще либо Тараску, чтобы он впитывал, либо Кирасу, либо БКБ. Потому что очевидно, что с этими двумя артефактами он слишком слаб. Он только купил себе радианс, желая, чтобы у него был урон от Саншторма 135, плюс урон от центра и плюс урон от радианса. Это еще сверху 60, там получается суммарно. Ну, почти 200 урона за секунду. Ну, его просто нашли, просто убили. Он вообще в этой драке ничего не успел сделать. Он просто гибал. В итоге драка 35. Сразу, извини, что перебью тебя. Мы из Дота ТВ кастим, поэтому контролируй лобби, когда оно появится. Ладно, потому что игра уже могла быть закончена. Да, конечно, конечно. Чтобы мы не пропустили. Сообщи мне, чтобы я тоже забрызгал. Ну, пока IG говорит, как заканчивает игру? Да, здесь уже заканчивает. Потому что ребята просто забегают, начинают бить выжечку. И молодцы. За счет одной хорошей драки ребята пошли и моментально изменили фото игры. Но игра не закончится, нет. Трон все еще живет. Санкинг все еще очень хорошо справляется с иллюзиями Нага Сирены. И вот Санкингу с таким этим билдом уже желательно не подставляться. Ему нужно обязательно вкастовать и Саншторм, и Пицентр. И хотя бы пожить там, не знаю, секунд 7-8 в окружении врагов. Чтобы он выдал максимальный урон по противнику. Все драки, которые последние мы видели, это Санкинг умирает первым. Он получает либо чейны, либо сетку Наги и стрелу. Все, за этот прокаст он погибает. Фактически. И действительно пока от Санкинга, от его... Ну от того, что он собрал, от его артефактов, импакта просто ноль. Ну да, то есть это либо Блокинг Бар, чтобы он просто входил на мужика и впитывал. С Блокинг Баром все-таки будет поярче, попроще. Либо Блинк Даггер, чтобы где-то он стоял сзади и после Сна Наги и Сирени врывался в толпу. Потом он сейчас думает купить Блокинг Бар. Можно ему еще сколько времени нужно? Где-то минут 5, чтобы дофармить 2000 голды. Есть такое ощущение, что Ксяуэйд немного с айтембилдом все-таки ошибся с порядком сборки артефактов. Потому что у него был супербыстрый ходов-дефайнс в ангвард. Потом он купил себе травела, потом очень много смертей он накопил на радианс. И в итоге этот радианс ему вообще никак не помогает. Потом, конечно, посмотрим сколько у Санкинга урона было в итоге по героям соперника. Ну а пока Инвиктус Гейминг забирает в себя Эггис Сир, вот то и получилось сделать. На отходе аккуратно зашли, тайминг был хороший, Рошана забрали. Там уже Сатаник появляется у Мираны. Все успешно. Ну и вот вопрос, как будет Инвиктус Гейминг сейчас заканчивать эту игру в свою пользу. Да, расплет пушит нижнюю линию. Но Рейдинг-то будет идти просто поверху. Ну правильно. А чего мелочиться? Чего, в общем-то, стоять позади? Да, если можно идти вперед с Айгисом Тейсыром. Нага стала мощнее. Уровень 23 уже. Очень много денег собирается приобрести себе Саленс. Для дополнительного фокуса, естественно. Так, ну надо возвращаться уже защищать. 430-й здесь получает Энснея. Бафают Солар Крестом Медузу, кстати. Тоже довольно неплохой такой баф получился. Все-таки МКБ, да, Феррари хочет сделать. Внезапно Шаман Варда. Внезапно может задушить под Киксом. А как остановить? Пока Слонгейза нет. Медуза стоит, ничего не делает. Очень долго держит докфайт своего соперника. Посмотрите, Медуза вылечилась всей маной, пока была под этим Шеклсом. Невероятно, конечно, как эту Медузу теперь спасать. Но вроде как получает. Смотрите, демиджа пробить Медузу не хватало. Но вот теперь рвается Эмберспири. Тупить получилось. Так, а теряет свою эгис, но это неважно. Уай Эмма плюс ко всему тоже будет добивать прямо под Фонтаном. Есть Слип. Видит Энда. Знает, где находится Ксяуэйд. Ну и Энда теперь будет покусить. Энд без БКБ уже остался. Есть Шива. Она перекрутилась. Шиву он использовал, конечно. Часть иллюзий Наги он сбил. Ставит скин Эдик. Синкью без статик шторм. Помочь ничем не может. Ему не хватает 160 голды на Аганим, к слову. Очень неприятное. Мы сделали уже 3 убийства. Ксяуэйд живет долго. Здесь не осталось сентри, не осталось каких-то просветок. В итоге Ксяуэйд гонит соперника. Ксинкью уже здесь после байбэка. И Амасыр. Нажал. Но подцепили тем временем Нагу. И Нагу бьют второй раз. Варион тоже байбэкнулся. Защитили сейфов. Защитили с учет байбэков. Защитили с учетом того, что Миндузу уж слишком долго убивали. Ну, Синкинг здесь внес львиную долю урона. Весь замес он стоял в Саншторме. И как раз вот дамаживал то, как я рассказывал у него. Рэддинс плюс Саншторм. Суммарно там получалось где-то почти 200 урона в секунду. И по итогу дамаживал 9000 урона. Он дамажил бой, чем Рейзер. Дамажил бой, чем вообще кто-либо в его команде. И вот такого Санкинга желательно убивать по-быстрому. Поскольку он слишком хорошим дамагером становится при получении рэдинса с талантом на Саншторм. В этот раз наконец-то Ксяуэйт смог раскрыть своего Санкинга по назначению. С другой стороны, в этой же драке Медуза себя не раскрыла. То одного не хватает, то второго не хватает. Как-то вместе ребята не взаимодействуют, пока не работают. Ну, если сравнивать его с Медузой, то Медуз все-таки поплотнее, чем он. У Медузы там 2000 хп, еще 1700 маны, которые комментируются в хп. Брони у нее тоже много, намного больше, чем у Санкинга. И она впитывает получше, чем Санкинг. Ну, а Санкинг, он в данном случае, вот если брать его как дамагера, то он может быть даже будет и посильнее Медузы. Поскольку у противников вообще нет блокинг-баров. И весь магический урон заходит на все 100%. Вообще весь, по полной так езжает. Ему еще можно было купить какому-то Вейл, например, Дизраптору. Тогда там магический урон хороший заходит и от Санкинга, и от Дизраптора. И частично от Рейзера. Немаловажное значение сейчас в драке будет иметь Ксинкью на своем Дизрапторе. Обратите внимание, куплен Аганим. И об этом Аганиме, скорее всего, пока ребята из Эйджи не знают. Но могут догадываться, они видели составные части в его инвентаре в прошлой драке. И сейчас, если Ксинкью грамотно поставить Сатик Шторм, особенно неприятно будет Эмбер Спирит, который вроде бы купил себе БКБ, но БКБ не сработает в Сатик Шторме сейчас. Используется Смок, и Ехома надеются на ту самую драку. Где все получится, где каждый герой сможет нести свой импакт. Рейдинты пока, естественно, не торопятся. Рейдинты получили достаточно серьезную оплеуху после того, как пошли с Иром Аэгисом, игру закончить не смогли. Боебеки их остановили. Потеряли они нагу дважды, понимая, что нага не всесильная, не бессмертная. Да, потерпеться. Вот сейчас они ведут Смокганг, но очевидно, что Медузе было бы здорово взять 25-й уровень. Она слишком хороша с талантом на 25-м. Либо слишком много живет, либо слишком хорошо дамажит. Поэтому пока вся команда гуськом бегает за Медузой, и так охраняет и Рейзер, и Директор 8, и Е осталось совсем чуть-чуть. Самый малый. БКБ и талант на 25-м. Все, что прям хочется иметь на этой виду. Тем более, если БКБ купит, ну, следующим артефактом, сможет купить до конца игры, то БКБ будет 10-секундным. На 40-й. Ну, на 43-й, когда он купит. Например. Ну, а Рейдинты оккупировали Рошана вновь. Очень нравится им, конечно, идея с тем, что они спокойно забирают Рошана. В этой игре у них получилось-то сделать 2 из 2. Ну, 2-х Рошанов они забрали, где Ехомы помешать вообще не могли. Смотри, талант берет все-таки Медуза на дополнительную магу. На выживаемость. Да, будет... Видимо, дальше будет пикнуть большое количество урона, а дамажится за нее уже будет Рейзер, Дизраптор и Сент-Кинг. Дамагер Сент-Кинг. Давненько я такого не видел. Ну, вообще, конечно, Ехомы, в принципе, с момента вот своего переобразования вот в этом новом составе они показывают не совсем типичную, не совсем методовую доту. Чего стоила, например, первая карта, где Ксяуэйд показывал соло Энигму в оффлейне. Ну, давно ли мы такого видели? Сейчас все играют через четверку Энигму. Ксяуэйд помнит о соло, оффлейне. Забавно. Смотри. Медуза на фронте. Вот в нее врываться не желательно. То есть на нее вешается Лотос, Сент-Кинг стоит в кустиках, и это самоубийство. Вот видеть иллюзиями нагами тоже не очень хорошо, потому что, посмотри, там 48, 48, 48 за каждую эту иллюзию, и в итоге Дайр получает слишком много денег. С Сент-Кинг идет первым, подставляется. За ним идет Рейзер, за ним идет Медуза. В нагую прям таранят вражеские товара. А я напомню, у противника как-то есть инвиз, можно зайти сбоку. Нужно много-много центра ставить. Много. Вообще, нужно везде такать центры, чтобы их нашли. Много их уксинкью. Он их ставит, смотри. Раз поставил, два поставил, чужой центре нашел. Так, ну вот на-ка. А, иллюзиями своими. Вот Медуза не всегда оказывается рядом. Эти иллюзии уходят в спину. А тут все время Амберспирит нападает на Дизраптор. А Дизраптор за них штор поставить не успевает. Есть байбэк. Видимо, надо использовать. Да, байбэк он использует. Теперь на энд атака пошла. БКБ не жмет до последнего. Ждет чейнов. БКБ теперь нажимает. Амберспирит уходит. Там стон есть, чтобы как-то защититься. Видимо, 430. Но у него никто не нападает. Все просто отошли. Развели на байбэк Дизраптора. Деглипсонули, правда, Undying. Это будет один-в-один размен. Но был байбэк от Дизраптора. Пока так. А Indictus Gaming сыграл очень круто. Нага сильно поймал Медузу. И Медуза по итогу не смогла справиться с иллюзиями. Не с иллюзиями, а с Эмберспиритом. И Эмберспирит просто пошел и вырезал саппорта. Но. Но, ребятки сделали. Есть время побегать и поставить варды. Больше варды. Рошан 80 пунктов. Но пока ребята ставят варды, Нага сильно может отпушить одновременно одну линию и вторую. Просто иллюзии наверх, иллюзии вниз. И тем самым она заставит их обрискиваться. Да, прям караулят Рошан, а его все нет или нет. Сейчас появится. А, нет, это дополнительный таймер еще минуту 30. Не-не-не-не, не так быстро, друзья. Не так быстро. Еще можно подождать. Еще можно сплитплышить линии. Еще можно все что угодно сделать. Забавный факт, конечно, что Эмберспириту теперь для него главной целью являются не какие-то кор-герои, а именно Дизраптор. То есть Эмму тратит все свои айтемы, все, что у него есть для того, чтобы убить Дизраптора в первую очередь. Потому что если Эмберспирит не убивает Дизраптор, то Дизраптор убивает Эмберспирит. Поэтому Эмму... Это нам, например, Глимер. Вот если Эмберспирит не урывается один, с большой вероятностью Эмберспирит и не будет слота под центр или под даст. Вот он сейчас бегает, у него 6 слотов, ему некуда закинуть даст и центры. А если Дизраптор нажимает на Глимер, то Дизраптор с большой вероятностью может спастись. Но об этом позже тут Разор очень нагло себя ведет, забегает на вражескую баунти. Дудл может с Липа начать. А, не начинает Докфайт. Поставит Варды, включает БКБ. Медузу тормозят, не дает использовать Стонгейстинг, если, кажется, нажимает прямо сейчас. Выживает за счет этого Рейзер. Ставит Статик Шторм на Нагу. Нагу высасывает демод через Статик Линк. Нагу нужно спасать. Нага Форстаф получает. Был дебаф от Солокреста, но просто Нагу не забрали. А там теперь Мирана в спину заходит. Рейзер все еще пытается добить. Рейзера с Эмит. Есть Хекс, внезапный Джей Ти. Джей Ти бегает без Блокинбара. До сих пор дал Лип, но погиб в спину. Тычки слишком болезненные прилетели. Рейзера все-таки добивают иллюзии Наги. Рейзер без Байбека. Ставятся Варды. Часть Варда была уже уничтожена. Нага вызывает новую пачку иллюзий. Пытается домашнить одновременно всех. Есть отличный подкопот Ксиауэйт. Эпицентр разгастовывает прямо сейчас один из первых. Эпицентр вообще за эту игру. Но погибает Медуза. Ксиауэйта не хватило урона, чтобы пробить Дудла. Дудла в итоге расправляется с одним и со вторым. Уай через Глимер Кейп делает ТП. Но Медуза сделала байбек сразу. Выиграна драка от команды IG. Получается неплохо. Они дерутся. Подрались, подрались, подрались. Нага выбежала вперед. Впитала из себя весь урон. Успела убежать. Отрегенилась. Потом напала еще раз. У Наги Сирены есть хороший хп реген. В виде Дараска. А вот у Медузы Регена хорошего нет. Дим, лобби. Запрыгнем. Давай. Да, тут. Извините, друзьям приходится так, потому что с ДОТО ТВ, чтобы не пропустить к лобби третьей карты, чтобы не смотреть вот эти китайские лаги, периодически возникающие. Ну, смотрим. Да, как вы поняли, уже результат этой карты всем известен. Надо досмотреть, как это, в общем-то, получилось. Потому что пока и Хомы без Рейзера идут на Рошана. Там Сыра Егис Шард. Рейдинг, конечно, рядом. Слип у Наги имеет. Видите, там маны, правда, маловато будет. Но Эмбер Спирит уже прочекал, посмотрел. И Люди Наги уже прошли, тоже посмотрели. Есть информация о том, сколько хп остается у Рошана. Рошан хп теряет. И Дудл просто использует свой Сален. Ставится Том Стоун. Эмбер Спирит залетает. Дудл забирает Аегис. Все подворовали, все забрали. Ставится на текстур на одного Эмма. Эмма, конечно, пытаются убить. Эмма убивает. Байбэк у него, конечно же, имеется. Конечно же, байбэк у него есть. Еще и возвращают токфайтс, у которых байбэк также имеется. Ну вот, вроде бы, убили двух героев. И никого даже при этом не потеряли. Но ведь все бонусы от Рошана достались товарищу Тудлу. Который пришел. Райт кликом. Раз, два, три. Все себе собрал. И ушел. Да, и герои довольно-таки неплохие под все эти артефакты. Это Шадоу Шаман с рефрешер, с шартом, который поставит две пачки вардов. Потом мы имеем Эмбера. Ему очень хорошо заходит цирк. Вот он бегает, 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 впитал. У него осталось мало мана из-за того, что Медуза выжигает ману Змейка. И он просто нажимает, возвращается обратно в драку. Ну и Нага. Нагу убить дважды с Аегисом сложно. У него получается суммарно 7 тысяч своих хп. И еще сверху иллюзий. Много-много иллюзий. Так, а куда он все бонусы отдал? А, он выложил. О, слушай. А вот с Рапирой может быть поворот. То есть с Рапирой может быть так, что... Хотя нет, мы уже знаем с тобой результат. Все знают. Причайдет? Да. Скорее всего, просто не хватит ресурсов. Давай посмотрим, как это получилось. Все-таки, да, это момент истины для Хома. Они тут все вместе. Они понимают, что с Амберспирту нужно байбэк выбивать. И вот он, тот самый ол-ин заход по центру. Да, у Медузы много урона. Давайте посмотрим, как она его реализует сейчас. Молнии появляются. Варны нет. Она в дизейбле просто будет погибать. Там хиксы, шейклы, хиксы, шейклы. И просто из контроля не выберется. Шадошаман очень не хочет байбэкаться. У него есть все. Просто ждет 7 секунд. Еще глиф есть. Ну да, время выигрывает. Если что, будет еще слип от наги. Да, вот слипы и начинают. Мирана делает клип. Прилак, Медузу. Отжимает тайминг идеальный. Хорошая комбинация. Шадошаман подтягивается. Варны поставлен. 2 БКБ нажимается одновременно от Эмо и Дотпайцем. И Медуза просто рассыпается. Да, вот так вот. Все скомбинировали Invictus Gaming и сделали классно. Ну они молодцы, слушайте. То есть после первой игры, где они твали вообще полную D, здесь они сыграли намного интереснее. И самое приятное, то что здесь необычные герои. Здесь мирану сложный. Здесь нагой соревновлевка и Эмберскрипт в миде. Круто. Да, не так много команд позволяет себе пикать эту Нагу. Нагу я видел в последнее время только в паблике практически. Вот. Ну это на прост сцене. Видим. От Дудла. Опять-таки Дудл сильнейший исполнитель на героях, которых есть с умона какими-то. Он умеет ими обращаться. Если Юхом до этого банили. Ну вообще абсолютно все команды, которые играли когда-то с Айджа, они банят Медведя в первой стадии. То теперь уже нужно подумывать о Наге. Потому что Нага отыграла 8-1-15. Практически безошибочно. Эмо молодец. Как классно он брал старт, мы помним, да? Убивая в соло Медузу на линии. Ну и вот эти вот игры против Наги. Видимо, многие команды забыли вообще о том, что ребята приходят на Рошана, забирают Рошана, а тут просто подходит Нага, нажимает на соло, забирает Айеги сыр в Решер Шарт. Спокойно с этого Рошана уходит. И такое ощущение, что многие команды просто забыли, потому что они против Наги пытаются забрать Рошана, как это делали их вам. Ну почему, отметьте... Просто подарив все ресурсы. Ну обычно контра слипает тоже БКБ, а БКБ собрают только одно на Рейзере. То есть у Медузы БКБ нет, у Санкинга БКБ нет, он так и не купил. Поэтому да, все спим. Пока вы спите, у вас из-под носа все воруют. Не надо спать, просыпайтесь. Взбодритесь, ребята, из E-Home, потому что счет в серии становится 1-1, друзья. Третья решающая карта первого матча наступит совсем скоро. Пока будет небольшая пауза, рекламная перебивка, и мы вернемся на решающую карту этого матча.